Рушится фундамент дома, везде слякоть и запах сырости. Так описывает обстановку после потопа в поселке Центральный одна из местных жительниц. Люди до сих пор не могут до конца понять, насколько серьезные убытки им принес паводок. Так, например, выглядит гараж после ухода воды. Отсюда ушла, конечно, но все сырое, а тут теперь еще и замороженное. По словам женщины, сегодня обстановка в поселке начала вновь ухудшаться. Люди боятся, что большая вода опять зайдет в их дома. Ну что, вот квет опять наполнился. Время 2 часа дня, 3 апреля. То есть он уже сравнялся, и вода всем бурлящим потоком через дорогу снылла к нам в наш квет. Пока жители поселка Центральный гадают, обойдет их на этот раз суровая стихия воды или нет, на трассе Ракеты-Борфорпост в Михайловском районе разлилось целое озеро. Вот эта вся вода к нам в деревню идет, а эта трасса у нас на Фарпус. Вон она, вверх смотрится, бугортрассы, и вот они мы стоим на другой стороне трассы. И все, водичка. Добавим, на сегодняшний день в крае продолжает действовать режим ЧАЭС. Талами водами затоплено 917 переусадебных участков, 6 дорог и низководный мост. По-прежнему развернуты два пункта временного размещения. Там сейчас находится 50 человек. Добавим, если вы хотите помочь людям, пострадавшим от стихии, сделать это можно по адресам, которые сейчас на экране. Требуются детские вещи, одеяло, подушки, постельное белье, средства гигиены и бытового назначения. Также оказать помощь можно через Алтайское краевое отделение Российского детского фонда. Перечислить средства с обязательной пометкой «Паводок». Мария Костылева, День с толком.